Пришла очередная посылка из Китая. Отсутствовала я в родном городе месяц. Она две недели ждала меня на почте, эта посылка. И два дня дома лежала, для того, чтобы сделать отсылку. Внешний вид я показал. Уже забыл, что заказывал. Левая и правая консоль крыла. Хорошо. Так, сервоприводы будем вклеивать. Кабанчики, тяги рулевые. Это фюзеляж. Я иду по пути, я уже показывал, что у меня есть аппаратура, есть приемники, есть передатчики. Передающие пульт управления, так как называем. Это для FPV полетов, крепления камеры, фонарь. Крепление мотора, хвостовое оперение. Вот вывод. Когда-то я приобретал трубки для тяг рулевых. Рулевых, вот уже она здесь как бы имеется. Хвостовое оперение. Руль высоты. Ротор. Руль направления. Инструкция. Так, трубки. Трубки у меня есть. Увлепластиковые. Ну, это соединяем в консоли крыла. И фонарь даже с пилотом. Ну, как обычно. О, два винта. Два винта, цанговый адаптер в комплекте. Электромотор у нас есть. Без коллекторный двигатель. Так, ну, это все остальное. Для крепления моторамы, моторамы и вся остальная снастка. Ну, здесь, по-моему, рулевые тяги. Да. Рулевые тяги. Крепеж. Следующее. Следующее. Одна из первых посылок. Это у меня уже были две посылки пробные, по которым я не делал обзоры. Есть там на паркфлайере такой раздел, по-моему, комплектующий. И вот я смотрел, понравился. Мне как-то в натуре я видел, как летает планер Динамик-С. Вот там были хвостовое оперение, V-образное. V-образное хвостовое оперение. Вот. Я заказал отдельно. И ждал фюзеляж. Ну и, соответственно, две консоли крыла. Вот сразу с сервоприводами. Хвостовое оперение. И защита даже на сервопривод. На правую и левую консоль крыла. Даже с обозначением центра тяжести авиамодели. Соответственно, выводы. А здесь у меня вскрытие покажет фюзеляж на эту авиамодель. Еще раз напоминаю. Называется авиамодель Динамик-С. Здесь должен быть фонарь. А, кстати, я тогда и заказал складывающие винты. Вы знаете, модели делаем и покупаем. Но как-то вы меня спрашивали спрашивали сколько это стоит. Вот этот фюзеляж стоит 800 рублей. И если у вас имеется аппаратура управления, то есть есть приемники у меня. Аппаратура самого у меня. Есть приемники. Есть два передатчика. То есть это недорого. Если посмотреть, я хотел написать посчитай на калькуляторе. То есть можно зайти на сайт parkfly.ru и посмотреть что сколько стоит по сайфонарь. Ну и соответственно микшировать придется V-образный хвост. Вот с хвостового оперения приходят сюда сервоудлинители. А здесь такой разъем для крепления сервоприводом хвостового оперения. Одно крепление и второе. То есть один разъем и второй. Липучка. И вот я в том подразделе планер стоит по-моему больше трех тысяч. Изящная модель. Обклеим конечно. И укрепленный фюзеляж. То есть пластик. Видите? Пластик. При жестких посадках будет спасать. Это для вентиляции. но это регуляторы турниджи. Не знаю открывать. Регуляторы 30 ампер. И у меня я как-то показывал в обзоре Skyuaker есть планер. Вот на него 60 амперный регулятор оборот. и вот здесь остальное. Смазка подшипников. Так, так, так. Камера компактная в рекламе HD видеокамера. вот она в стяжечке с защитной пленкой на объективе. Кстати, у меня есть, но это я хочу применить для съемки полета в воздухе. Есть вот такая камера. То есть вот камера HDMI, да? Так, икон конвертер широкоугольный на магните. Ну, я так смотрю на объектив. Там пленку я не снимал. Светоотражающее покрытие вроде бы есть. Так, пробовал, снимал. Вроде ничего. То есть вот такая камера можно крепить. А это компактная. защитной пленкой на оптике. соответственно, разъемы. Так. следующее. Эти разъемы на просвет опять я как-то показывал в обзоре. это для крепления светодиодного освещения. Удобно. Это подключается к балансировочному разъему аккумулятора литий-полимерного и шесть разъемов для подключения к светодиодным полоскам. Цанговые адаптеры крестовина крепления к моторам электродвигателя. Крепления электродвигателя. Так, а это V-образные V-образные удлинители для серва. То есть, вот мы имеем модель с консолей крыла выходит с правой и с левой сервоприводы. Этот крепим на канал передатчика то есть приемника. это к правому и левому сервоприводу в консоли крыла. Их здесь пять. 30 сантиметров. Ну, еще раз цанговый адаптер. Ну, другого. Они есть трех, четырех, пяти. Это разъемы как их называют позолоченные. Ну, что они собой представляют это вот типа папа, мама здесь приходится самому появиться. регулятор оборотов 25 30 ампер. Это не знаю, что такое. А, все. Посекционный измеритель напряжения на аккумуляторе. с дисплеем. Посекционный измеритель напряжения. Недавно я не знал, не знал, что имеются авиамодели. то есть ну, в прошлом году я даже до весны еще в прошлом году понял, что имеются всевозможные виды передающие аппаратуры, приемные, ну, то есть передачи, как называют пульт управления, где можно регулировать, делать реверс сервоприводов. То есть как работают сервомашинки. Смотр, представлял, думал, что модель запустил и она полетела. То есть приходится изучать. Так, это помощнее двигатель. Это, возможно, я его поставлю на Скайуокер планер с толкающим винтом. FPI полеты, аппаратура новая приходится познавать и тягиваться. Но порой времени нет. Это все надо заряжать, аккумуляторы, поддерживать в рабочем состоянии, выезжать на поле. Может, появится видео. Видео у меня имеется, но оно мельтешащее. Не хочу интернет загрязнять, превращать в свалку всякой дребеденью. То есть полеты, я считаю, надо снимать красиво. бывают очень выразительные большие модели, а снято так. Вот еще один двигатель. Может, я его применю даже на квадрокоптер. То есть, у меня еще есть такие двигатели. строение. То есть, вот здесь у нас плата. Как-то я показывал плату два капитана или как капитан кук. Это с дисплеем. Вот у меня имеется, в прошлый раз я распаковывал квадрокоптер. То есть, вот плата управления. И приходится, если надо, прошивать и настраиваешь на компьютере, то здесь надо, что показать. Плата называется, по-моему, KK 2.0 LCD. Вот она. Кто занимается, тот знает. То есть, удобно в поле настраивать, корректировать. Вот эта плата. По-моему, это правое и левое вращение. Тоже вот до недавнего времени я даже и не знал, что винты есть правое и левое вращение. Куда они идут? Думал, как тянущие, толкающие, натолкающие моторы. Что касается в общих чертах авиамоделизма, многое приходится познавать по мере работы с той или иной моделью. Вот квадрокоптер. Я как-то показывал, пришла рама. Вот оснастил, столкнулся с тем, что плата не пошла, потом другого типа пошла. Вот здесь надо иметь разъемы, то есть папа из той и с другой стороны. Пришлось маму отрезать, подключать, припаивать из набора, благо был набор серого привода, то есть половина часть мамы отрезал, папы соединил. Не знал, что такое арминг, дизарминг. Вот приходится познавать, хотя в интернете очень долго засиживаться не люблю. Вот сейчас отнимет у меня время вот этот видеообзор. Подготовка материала и запуска винты. Винты всегда нужны. по мере возможностей. А пока до встречи. До свидания.